Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. Ровно 25 лет назад свои двери для юных воспитанников распахнул детский садик Антошка. Сегодня здесь 10 групп, в том числе и коррекционная. Это дошкольное учреждение обладает неоспоримым преимуществом по сравнению со многими другими детскими садами города. Здесь есть бассейн. В 1992 году первыми воспитателями здесь были выпускницы Нефтекамского педагогического училища. В год открытия набор составил 240 детей. Шли годы, естественно, изменился педагогический состав. Но неизменным осталось одно. Из поколения в поколение, как девиз передается, детский сад – второй дом для малышей. Они знают, что их любят, скучают и ждут. Образовательные учреждения города славятся своими дружными коллективами, которые, в свою очередь, стремятся идти в ногу со временем и успешно внедрять в обучающий процесс новые технологии. В этом году свои юбилейные даты, 25-летие, отмечают два наших инновационных учреждения. Это отметил уже лицей свое 25-летие. И в августе 25 лет исполняется гимназия номер один. Довольно часто в Нефтекамске проводятся семинары, практические конференции, на которых педагоги нашего города могут поделиться своим опытом и достижениями с коллегами из соседних городов, ближайших сел. Неотъемлемыми в образовательном процессе юных нефтекамцев являются и учреждения дополнительного образования. В этом году муниципальному образовательному бюджетному учреждению «Штурм» исполняется 50 лет. Также 50 лет исполняется средней школе номер 3. Среди образовательных учреждений города есть и те, которые принимали воспитанников еще до того, как Нефтекамск получил статус города. Второму детскому саду в этом году исполняется 55 лет. То есть детский сад у нас старше даже, чем сам город. Городу у нас только 54 в этом году исполняется. Показателем качества образования в Нефтекамске можно считать достижения учеников средних школ, гимназии, лицея. Занятые ими призовые места не только на республиканских олимпиадах, но и на состязаниях на уровне страны, свидетельствуют о достойном обучении. И если у ребенка есть тяга к знаниям, то ему обязательно помогут в развитии. Без ложной скромности можно сказать, что в нашем городе для воспитания и образования подрастающего поколения есть все условия. Зульфия Амирова, Ильшат Исламов, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова